Меня зовут Наталья, это мой канал «Моя американская история». На сегодняшний ролик меня натолкнуло вчерашнее видео Ирины «Моя Америка». Вообще, очень часто вижу утверждения, обычно от диванных экспертов, тех, которых в США да и в принципе и не были, что мы здесь, как рабы, пашем без выходных 24 часа в сутки. Как всегда, в подобных высказываниях смешивают частичку правды с пропагандой, чтобы выглядело более правдоподобно, и при этом внушалась мысль, что без 7-дневной работы, по минимуму 12 часов в день, в Штатах не выжить. Давайте разберемся, так ли это на самом деле. Начнем с того, что 80% американцев и состоявшихся иммигрантов абсолютно осознанно выбирает работать, так сказать, овертайм, перерабатывать стандартные 40 часов в неделю, так как это, ну, очень выгодно финансово. Я сейчас об этом более подробно поговорю через несколько минут. Это первая категория людей. Вторая – это новоприбывшие иммигранты, которые вынуждены действительно пахать без выходных или там огромное количество часов в первые несколько лет. Но они это делают, пока не вырастут карьерные или не наберут достаточно американского опыта, чтобы получить более высокую зарплату, которая позволит им не работать каждый день, ну, или такое количество часов, ну, или поменять работу уже на работу в американской компании. Здесь я могу привести в пример себя. Приехала я с 800 долларов в кармане. Ну, давайте округлим до 1000. Первые два года я пахала без выходных по 12 часов, хотя столько же дней, 6 дней в неделю, я пахала и в России. А в Центре международного образования уходила я в 8 утра и приходила в 9 часов вечера. В субботу я работала с 9 до 3. А здесь, в США, я еще и в воскресенье работала. Правда, по полдня, до 2 часов где-то. Ну, так вот, это продолжалось ровно два года. Почему? Ну, во-первых, я приехала без ничего. И, в принципе, не считая семью, в которой я была няней за год до этого и которая мне, в принципе, позволила у них 6 месяцев пожить, при этом я не платила за жилье, но помогала им с детьми. Там забирала их, привозила их, из школы кормила, помогала уроки делать и все такое. У меня никого здесь не было. Ни мужей, ни во-френдов, ни друзей, вообще никого. Надо было работать, чтобы накопить и на аренду квартиры, и себя обеспечить, ну и отложить на сберегательный счет. И я решила для себя, что надо или попахать годика-два, а потом наслаждаться жизнью, так сказать, ну или работать, да, 40 часов 5 дней в неделю, но жить при этом впритык прям. Я же работала в дошкольном учреждении здесь, в США, и зарплата была невысокая, около 10-11 долларов в час. Это мало, в принципе. Поэтому, когда мне в этом же саду предлагали, ну как бы, поработать дополнительно, и рабочий день сдвигался не с 8 часов, а уже на 12 часов, например, я работала, мое стандартное расписание было с 10 до 6, а мне предлагали работать с 7 до 6, потому что второй воспитатель, например, уезжал, я с удовольствием соглашалась на этом. потому что, ну, переработка была существенной, финансово было существенно это. А через два года я уже и квартиру снимала, и накопила что-то, да, я и, в принципе, устала, и начала уже работать не 7 дней в неделю, а 6 дней в неделю по 40 часов. Ну, плюсом дополнительно в субботу я работала, где-то часа 3-4, где-то с 9 до 12, с 9 до часу, вот так вот. А потом я в субботу перестала работать. Вот такие, как я, это отдельная категория иммигрантов, которые либо вынуждены работать, например, как я по H1B визии, еще на определенной работе, и работать больше 40 часов, так как зарплата, ну, не очень высокая, и при этом такие люди, как я, не могут поменять работу в какую-нибудь другую сферу, которая больше платит, так как в этом случае я потеряла бы свою рабочую визу. Ну, и люди, у которых есть грин-карты, также некоторые такие люди относятся к этой категории, которую также пашут, им приходится пахать по 7 дней в неделю на низкооплачиваемых работах, чтобы хоть достойно заработать, потому что у них, например, нет английского языка, и они, естественно, не могут в нормальную американскую компанию строиться, в нормальную должность. В принципе, здесь проблема разрешима. Учи и устраивайся на более высокооплачиваемую работу. И у меня, в принципе, это были мои проблемы, что у меня не было грин-карты. Была бы я изначально бы ушла на более высокооплачиваемую работу куда-нибудь в американскую компанию, и не пахала бы 7 дней в неделю. И, в принципе, как только я получила грин-карту, я сразу же ушла в американскую компанию, которая мне платила больше, и я, в принципе, работала 40 часов в неделю. Ну, давайте вернемся к американцам. Я упомянула, что работать более 40 часов в неделю в начале это довольно-таки выгодно. Если американец работает более 40 часов в неделю, то, поверьте, это их собственная инициатива. Они могут от этого отказаться, но большинство этот шанс не упускает. Вы знаете, что семью здесь начинают строить где-то лет в 35. Так вот, до этого времени они работают, делают карьеру, ну, зарабатывают, естественно, и уже состоявшимися людьми начинают создавать семью. Так вот, в эти годы до 35 они пытаются заработать как можно больше, делая овертайм. Зачем? Объясню. Потому что, если ты работаешь больше 40 часов в неделю, то 41-й час идет уже как плате по коэффициенту 1 к 2. То есть, если, ну, очень-очень грубо, твоя почасовая оплата 10 долларов в час, то за овертайм тебе начинают уже платить не 10 долларов, а 15 долларов в час. То есть 40 часов ты отработал, тебе за каждый час 10 долларов. Но 41-й, 2-й, 3-й, 4-й час тебе уже платят 15 долларов. А теперь представьте тех, у кого зарплата уже 20-30-40 долларов в час. Представляете, какой овертайм уже будет? А сколько им будет платить за овертайм? Например, мой начальник, он мне ровесник, рассказывал, что он в молодости, вот где-то тоже, ну, так, 33-х, наверное, очень много делал овертайма. Его овертайм был такой огромный, ну, скажем, 20 часов в неделю, у него зарплата уже на этот момент была очень хорошая, что вот эти 2 часов в неделю овертайма, которые он делал, она, эта зарплата за 20 часов, покрывала его обычную почасовую зарплату за 40 часов. Он рассуждал так, пока семьи нет, я свое время буду посвящать карьере и заработаю. Сейчас, естественно, он уже работает 40 часов в неделю, ему не нужно работать овертайм. Даже когда ему предлагают, он, в принципе, не соглашается, ему вообще это не надо. То есть, хочешь работать, работай. Не хочешь, не работай. Это, как сказать, optional, выборочно. Тебя никто не заставляет. Людей, которые возьмутся за овертайм, полно. Тем более сейчас. Многие компании вообще следят, чтобы люди более 40 часов в неделю не работали, так как компаниям невыгодно платить овертайм, особенно после кризиса 2008 года. Я помню, что в нашей компании люди приходили в 6, в 7 утра, хотя у нас рабочий день начинался в 9. И вот так просто сидели, чтобы сделать овертайм этот. Потом, естественно, это все как бы прикрыли после вот этого кризиса 2008 года. И вот до сих пор это длится. Ну так вот. Наша компания, например, очень следит. Я знаю, что очень многие компании следят, чтобы люди не работали больше 40 часов в неделю. На нас даже ругаются, если мы с обеда раньше возвращаемся или уходим позже. Наоборот, говорят, или раньше уходите, или позже приходите, или на обед тогда, на обеде дольше тогда сидите. То есть не любят, когда мы перерабатываем. Я, в свою очередь, никогда не упускаю в случае вот этого вот овертайм сделать переработку. Как только наша компания поглощает другую, она это стабильно делает каждые 3 года, или, например, какой-то филиал нашей компании в каком-то штате переезжает, то обычно меня почему-то всегда просят с этим помочь. Там персонала, персонал новый обучить и все такое. Это моя золотая жила. Я целыми днями там пропадаю с 7 утра до 7-8 вечера. В общем, сколько можно, столько я там и сижу. Ну не сижу, естественно, все равно работаю, но стараюсь делать это очень, ну как бы приходить очень рано, уходить очень поздно. И на этом я делаю ну очень хорошие деньги. Правда, это длится всего неделю, максимум 2. Но вы можете, если вы следите за моим каналом, то вы видели мою командировку в Южную Каролину. Наша компания поглотила компанию, другую компанию в прошлом году, и меня отправили, как одну из лучших, обучать новый персонал в Южную Каролину. Ух, я там оторвалась, там столько переработки сделала. Но в принципе она там нужна была. Вот, поэтому... И вот это те моменты, когда наша компания разрешает переработку, то есть поглощение другой компании, переезд, перерабатывая сколько тебе нужно, они все оплатят, без вопроса вообще. И многие этим пользуются. Но при этом, как бы я же не обманываю, я действительно с 7 там до 7 работаю с персоналом. Ну так вот. Поэтому утверждение, что мы здесь как рабы пашем 24 часа в сутки, имеют долю правды. Но в большинстве случаев это то, что многие выбирают делать, так как это, ну действительно очень выгодно и распространено, особенно у молодежи, ну или у вновь прибывших. Ну и опять у таких, как я. Наверное, если бы это было бы каждый день овертайм, может быть я этого... Скорее всего, я бы это не делала. Но так, once in a while, знаете, почему бы и нет. То есть, естественно, каждый день по 12 часов в сутки я работать не буду. Даже если мне это предложат. По крайней мере сейчас. До того, как я там, например, у меня ребенок появился, я бы с удовольствием это делала. Почему бы и нет. Ну так вот. Утверждение, что мы здесь как рабы работаем 24 часа в сутки, имеют долю правды. Но все-таки в большинстве случаев это то, что многие выбирают делать самостоятельно. Так как это очень выгодно и распространено у молодежи ну или у вновь прибывших. Последние, конечно, больше вынуждены это делать несколько лет. Хотя есть ребята, например, из IT, которые приезжают по H1B визе и сразу же, ну как бы у них, они получают довольно-таки хорошую зарплату и им нет необходимости работать 24 часа в сутки. Ну, больше, чем там 8 часов в день. Только если опять, они сами не выбирают это делать. То есть суть всего этого достаточно заработать, встать на ноги, чтобы потом создать семью и уже как бы не работать, знаете, впритык, не жить от пейчека до пейчека. В этом случае у них уже есть. Они накопили и на дом, да, они без проблем могут сделать, делать взносы, то есть платить ипотеку. У них есть свои сбережения. В случае чего они ими могут воспользоваться. Ну и, естественно, работая овертайм, они также делают и карьеру. Это ценится, что они не отказываются и делают карьеру. Естественно, зарплата у них растет. К 35 годам, в принципе, уже все сделали карьеру и получают достойную зарплату, которая им позволяет даже не работать овертайм. Ну а при работе овертайм, там, ну, не знаю, недельки, две, три, еще и больше получаешь. То есть это тоже очень выгодно. Ну, конечно же, есть и те, кто какой-то процент людей, которые работают, так сказать, от пейчека до пейчека, еле выживают, работяги по 7 дней в неделю, и так они работают всю жизнь. Большинство это, в принципе, нелегалы, что уж там скрывать. Вот. Ну или те люди, которые те же, например, иммигранты, которые так и не выучили язык и которые не могут найти более высокоплачиваемую работу в американской компании, вынуждены работать на своих соотечественников, которые пытаются на них сэкономить и платить им меньше. Вот. На этом все. Я надеюсь, я смогла донести свою мысль, раскрыть эту тему, и я надеюсь, вы наслаждались прекрасными видами преграда Вашингтона и самого Вашингтона DC весной. Пока.